11 миссия отряд Дельта операции Кинжал. Ханабад. В лагере неподалеку от Ханабада проходит подготовку иностранные наемники. Патрули противника следят за единственной дорогой, ведущей туда. Сам комплекс состоит из двух частей. Собственно тренировочной зоны для наемников и ряда одноэтажных зданий, окруженных стеной. По нашим данным численность противника достигает батальона. Следует ожидать хорошо организованной обороны. Вокруг лагеря обнаружены пулеметные позиции. Команда проникает на базу и подавляет сопротивление. При этом возможна поддержка авиаударами. Затем продвигается к точке эвакуации. Задача. Нам нужно уничтожить два десантных автомобиля и штабное здание. Снайперы на горах. И вот в этих палатках тоже противник. Итак, нам нужно уничтожить два десантных автомобиля и штабное здание. Но перед этим, естественно, нужно... О, черт. Сквозь палатку, сука, стреляет. Ну как так? Дважды попал. Я каким-то чудом непонятным совершенно выжил. Я вообще не представляю, как это получилось. Тут обычно умрешь с одного. Ну, третьего попадания я точно не переживу. Бронежилет спас. Так, двигаемся. К нашей главному пункту назначения. Опа. Опять снайпер работает откуда-то с горы. Не с горы, а с дороги. Ну, какая разница, откуда он работает? Главное, что работает. Штабное здание мы уничтожим ударом с воздуха, естественно. Вызовем авиаподдержку. Ну, а БТР мы просто расстреляем из АТ-4. Благо, их всего два, и снарядов у нас два. Опа, аньки. Вот откуда лупят? Непонятно. Где-то снизу... А, где-то вот там бегает. Вон он. Отмучился. Так, давайте максимальную поправку выставим на 400 метров. Ух ты, тут можно поправку аж на... Можно поправку делать аж на километр с лишним. Вот это да, вот это дальность. Так, вот до этого чувака 500 метров. Ну, в принципе, я и навскидку. То есть у меня 400 метров поправка выставлена. Если он в 500 метрах, то просто чуть-чуть повыше берешь, и все. В этой миссии снайперский дуэль на больших дистанциях, поэтому поправки соответствующие. Да, по-моему, я в тени кого-то вижу. Да, он убегает. Догнать бы его. Есть попадание. Я думаю, что вам на ютубе даже не будет видно, по кому я сейчас стреляю, потому что... Все на грани видимости. В тумане. Так, я вижу, на той вышке кто-то нарисовался. Есть уничтожение. Есть, кстати, беспилотник. Он периодически летает по кругу. Соответственно, когда мы зайдем в лагерь, если беспилотник окажется над лагерем, то мы увидим противников на радаре. Удобно? Ну, давайте... Ну, хотя... Да, давайте по этим вышкам пройдемся. Так, откуда-то по мне сейчас стреляют. Ух ты как... Как метко причем. По-моему, вот этот чувак стрелял. Прорядили, прорядили ряды. Кто-то там огрызается, я вижу. Вернее, слышу, но не вижу. Так, я знаю, что вот справа на горе обычно сидит снайпер. Вон он. Возможно, да, что это он по мне и стрелял. А, вон еще кто-то бегает слева на горах. Скрылись за горами. Там два маджахеда промелькнули. Ну и хрен с ними. Убежали, убежали. А я пошел выносить бронетехнику. На вышках чисто. Вот в этом огороженном стеной автопарке, как правило, двое врагов. Судя по радару, даже, возможно, трое. Будем осторожны. Ух ты, сразу двоих как раз снял одним выстрелом. Видите, как удачно. Так, все, сопротивление подавлено. Больше никто по мне стрелять не будет. Уничтожаем бронетехнику. И теперь осталось уничтожить здание штаба путем вызова авиаудара. Там в штабе сидят маджахеды, но поскольку они нам уже сдались, на них можно не обращать внимания. Берем лазерный целеуказатель. Наводим на здание штаба. Дом 2011. Идем на 12D22. Сейчас прилетит бомбардировщик, чуть ли не Б-52, и опрокинет бомбы. Давайте посмотрим за этим зрелищем. Бабах. Цель уничтожена. Всем спасибо, всем пока. Минута до эвакуации, шевелись.